Официальные партнеры программы Новости дня. Торговая группа Абсолют. Компания Оптик СССР. Сеть удобных магазинов Титан. Новости дня на ТВКОМе. О том, что произошло в нашем городе. Сегодня расскажу вам я, Мария Латышева и корреспондента ТВКОМа. И вот, что ждет вас в выпуске. В результате пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного панельного дома получил травму гражданин 55-го года рождения. 43 пожара за неделю, одна жертва. Зима еще не наступила, а в сводках уже страшные цифры. В этом году, предположим, вот эти мы три дома вводим, да? А на будущий год уже большие дома. Строили, строили и, наконец, построили. Сколько квадратных метров жилья в Бурятии сдадут застройщики в этом году? Все помещение в библиотеке зонировано под определенные действия. То есть, это зона библиотеки. Соответственно, где люди могут читать, заниматься. Уникальная модельная библиотека появится в 113-м квартале. Меньше чем через месяц она уже ждет первых читателей. Двое бывших сотрудников МЧС Бурятии признаны виновными в получении взятки. Будучи должностными лицами и действуя по сговору, осужденные получили через посредника и от частного охранного агентства взятку более чем в полтора миллиона рублей. Одному виновному назначено наказание в виде лишения свободы, второй отделался условным сроком. Приговор советского суда вступил в силу. Был удовлетворен иск прокурора о взыскании с виновных денег, полученных в качестве взятки. Иск районного прокурора был удовлетворен. Впоследствии, после вынесения приговора в отношении других осужденных, судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Бурятия приняла новое решение о взыскании со всех осужденных солидарно денежных средств, полученных ими в качестве взятки. Виновные подали на апелляцию, однако суд высшей инстанции приговор оставил без изменений. И снова череда ДТП на городских дорогах. Расскажем о них в горячей линии. Смотрите также, где в Улан-Удэ деревья решили посадить в снег, и речь пойдет вовсе не о новогодних елках. Андрея Слепневу, слово. ДТП на дорогах Автомобиль Ниссан Кашкай при повороте на скользком спуске врезался в припаркованный Лексус. Далее, таким же образом водитель за рулем Хонды Партнер въехал в тот же Лексус. ДТП без пострадавших. Еще одно ДТП с участием Лексуса. Водитель автомобиля, летаясь, двигался в сторону Восточного. Возле микрорайона Солнечный мужчина въехал в Лексус. Со слов очевидцев, виновник аварии был пьян. После дорожно-транспортного происшествия мужчина съехал на обочину и уснул. Движемся далее. За минувшую неделю в Бурятии произошло 43 пожара, один человек погиб, еще семь получили травмы различной степени тяжести. Одной из самых распространенных причин возгорания остается неосторожное обращение с огнем, в большинстве случаев при курении. 17 ноября в Октябрьском районе города ВУНД на улице Терешковой в результате пожара в двухкомнатной квартире пятиэтажного панельного дома получил травмы гражданин 55-го года рождения, который в результате неосторожного обращения с огнем допустил загорание личных вещей, дивана, площадь пожара незначительная. Причем при этом пожаре самостоятельно эвакуировались 15 человек. К другим темам. В Бурятии продолжается интенсивное становление ледового покрова на водоемах. Этот период считается крайне опасным. Во многих местах имеются полыньи и промойны. Особенно опасно пребывание на льду в межсезонье детям. Из чувства любопытства, озорства и бесконтрольности со стороны взрослых дети, не осознавая опасности, выходят на водоемы. Играют на льду, приближаются к полыньям и промойнам. В текущем осенне-зимнем периоде уже произошло три происшествия. Под лед провалились два человека, один из них погиб. Также зарегистрирован случай провала под лед автомобиля. Не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, гласит известная поговорка. Однако складывается впечатление, что эти работники ее не знают. Мужчины сажают деревья, хотя, казалось бы, сезон прошел, да и земля наверняка промерзла. Поселок Загорск, 22-я школа. И вот товарищи возле спортивной площадки сажают деревья. Молодцы. Пробуривают землю. Каким-то механизмом. Ну, поедем тем, которым асфальт. Букалуповые. Ой, красавцы. И сажают. Вот саженцы, видите, маленькие. Ребята, конечно, молодцы. Трудятся, не покладая рук, несмотря на минусовую температуру. Однако, пойдет ли такое озеленение на пользу нашему городу, вопрос открытый. Андрей Слепнев, Новости дня. Статистику заболевших коронавирусной инфекцией пополнила министр здравоохранения Бурятии. Госпитализироваться Евгения Лудупова не стала. Она проходит амбулаторное лечение и продолжает работать из дома. У нас сейчас временные потери наших сотрудников в связи с болезнью. Работаем дистанционно. Благо, сейчас технологии все зум, все есть. И утром штаб провела, и еще пару совещаний. Потому что работа конец года завершается. Много других направлений, которые необходимо выполнять и делать. По словам министра, в лабораториях стало больше народа. Вышли те сотрудники, которые находились на больничном. И сейчас такого завала по анализам уже нет. Результаты на ковид будут выдавать, как и положено. На вторые сутки с момента их поступления. В целом же по республике за сутки выявлено еще 263 случая заражения ковидом. Выздоровело 356 человек. Всего в Бурятии за время пандемии зафиксировано около 18 тысяч случаев заражения. 57% инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Успешно завершили лечение и выписались из больниц более 12 тысяч человек. Умерло 388 пациентов. В инфекционных стационарах чуть больше 2000 человек. Из них 33 ребенка. На амбулаторном лечении с легким течением заболевания 2812 человек. Наблюдается 12,5 тысяч. В отделениях реанимации остается 110 заболевших. Из них 60 подключены к аппаратам ИВЛ. Круг контактных лиц составляет почти 7,5 тысяч человек. Все лабораторно обследованы. Финансовые потери из-за пандемии коронавируса понесла почти половина из тысяч опрошенных россиян. Такие результаты получили специалисты сервиса онлайн-доктор. В денежных убытках признались 49% респондентов. Еще 7% лишились работы. У 41% финансовое положение осталось неизменным, а у более 2% оно улучшилось. Мы спросили у Улан-Удэнцев, повлияла ли пандемия на их зарплаты. Скажите, понесли какие-то финансовые потери из-за коронавируса? Я особо нет, так как я работаю в бюджетной сфере. Поэтому даже если когда была пандемия, и мы сидели вселетние месяцы дома, то нам регулярно платили заработную плату. Ну, дома сидим, не работаем. А зарплату платят? Сейчас кто платит этот зарплату? Никто не платит. И как приходится жить, выживать? Ну, всякое разное, занимать деньги. Особо нет. Ну, у нас вот, например, из-за коронавируса подняли стипендию. Правда, только до ноября-декабря, но все равно. А так, мне кажется, типа из-за коронавируса потери предпринимателей, потому что сейчас две недели вообще как закрыты все. Конечно, понесли. Работы нет, сидим дома. Вот я работаю в клининговой компании, нам не оплачивают, и мы сидим дома. В России 57% опрашиваемых рассказали, что их работодатель оставил все без изменений. Почти у 24% респондентов был сокращен фонд оплаты труда. 10% столкнулись с задержками зарплаты. И только у 8% работодатели стали запускать новые продукты. Защищать права малого и среднего бизнеса в Бурятии теперь будет и управление Федеральной антимонопольной службы. Сегодня ведомство подписало соглашение с торгово-промышленной палатой. Заключение сегодня данного соглашения с торгово-промышленной палатой задает импульс взаимодействия, то есть проведения совместных мероприятий по предупреждению нарушений в законодательстве о торгах, а также монополистической деятельности. Мы понимаем, что антимонопольная служба действует четко в рамках законодательства, следит за его исполнением. При этом нам бы хотелось, чтобы и вторую сторону, то есть бизнесменов, тоже в этом процессе слышали. Потому что ситуации бывают разные, и условия бывают разные и так далее. Чтобы все-таки не было ограничения конкуренции, все имели равные возможности участвовать в торгах, равный доступ имели к каким-то контрактам. Это вот наша основная задача. В рамках соглашения предприниматели смогут получить полный комплекс юридических услуг. От консультации и помощи в составлении заявок на торги, до урегулирования вопросов в сфере закупок, рекламы и антимонопольного законодательства. В непростые времена переживают строительные отрасли Бурятии. Минстрой республики подводит предварительные итоги сезона. Сколько квадратных метров жилья сдают и обещают сдавать в будущем, разбирался мой коллега Батарламбаев. На сегодняшний день, по данным Минстроя, в республике введено в эксплуатацию более 150 тысяч квадратных метров жилья, и темпы растут. Лидеры отрасли уверены, что показатели будут не хуже, чем в прошлом году. В этом году, предположим, вот эти мы три дома вводим, да, а на будущий год уже большие дома. Но, в частности, вот Бургожанстрой в этом году, к концу года, вводит в эксплуатацию порядка 30 тысяч квадратных метров жилья именно. Ну и все будет, в принципе, сдано вовремя. Многим уже акты подписали. Между тем, перед началом строительного сезона были опасения. Специалисты беспокоились, что пандемия коронавируса внесет свои коррективы в работу застройщиков. Однако те, в свою очередь, трудностей практически не ощутили. Строительство идет, несмотря ни на что. Привлекаем местных, местную рабочую силу. В принципе, вы сами видите, что у нас стройки не останавливаются ни на один день. И у нас перспектива, и у нас закладка уже идет на следующий год. И это тоже прекрасно видите. То есть у нас задел есть на следующий год, ну и у нас уже разрабатываются другие перспективные проекты. На сегодня общая готовность жилых объектов от 95 до 100%. На следующие несколько лет планы амбициозные. До 2030 года объем ввода жилья должен быть более 4 миллионов квадратных метров. В этом году республика приняла участие в программе «Стимул». Сейчас находится в стадии завершения. Подали заявку на участие этой программе на 2021-2024 годы. Порядка 370 миллионов рублей предварительно уже доведено до республики Бурятия. Кроме этого, значит, проработаны вопросы. То есть вы даже услышали, что в республике Бурятия будет строиться домостроительный комбинат. Получается, что для выхода на нужный уровень к 2029 году необходимо будет сдавать по 530 тысяч квадратных метров жилья в год. Батар Ламбаев, Жаргал Терендашиев. Новости дня. Сейчас небольшая реклама. И вот, что вас ждет во второй части выпуска. В течение года мы реализуем мясо только на ярмарке. Это годовой наш доход получается. Цены от производителя, качество, за которое отвечают. Мясная ярмарка открылась в Улан-Удэ. Когда мамочки нам звонят и присылают фотографии своих ребятишек и слова благодарности нам говорят, это так вдохновляет. В преддверии Дня Матери наградили сотрудников фонда, который спасает отчаявшихся женщин Бурятии. Шокер цена в Абсолюте. Бумага «Туалетная фамилия» со скидкой 47% всего за 79,89. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые пять секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Бесплатно. Ваша оптика с СССР. Выиграть новую квартиру легко. Соверши в Титане любую покупку на 1000 рублей и выиграй один из крутых призов. Главный приз – квартира. В Титане конфеты дав со скидкой 63%. Всего 119 рублей. Слышишь стук, но не знаешь, где он? Приезжай срочно в Автолидер. Бесплатная диагностика на вибростенде и люфт-детекторе. Точная диагностика на инновационном оборудовании. Бонусом 15% скидка на устранение неисправностей. Подробности по телефону 701-800. Ровные, как гладь океана. Притягивающий взор, как женская красота. Расширяющий пространство до размеров Вселенной. Линия неба. Натяжные потолки любой сложности. Телефон 307-307. Новости дня на ТВ-коме. В студии Марии Латышева мы продолжаем. Парящие стеллажи и светильники в виде книг. Совсем скоро все это смогут увидеть жители 113 микрорайона. Меньше чем через месяц там откроется модельная библиотека. Наша съемочная группа побывала на стройке. Здание библиотеки было построено еще 30 лет тому назад. Благодаря нацпроекту «Культура» старые залы и коридоры преобразились в уютные и светлые помещения с современным дизайном. Все помещение в библиотеке зонировано под определенные действия. То есть это зона библиотеки, соответственно, где люди могут читать, заниматься. Зона компьютерного класса, понятно, что нужна. Детская зона интерактивная, детский абонемент. То есть особенностью этой библиотеки является то, что она просторная. То есть все зонирование, все перегородки здесь сделаны из стекла. И тем самым здесь можно свободно дышать. Модельная библиотека будет называться «Просто библиотека», потому что она простая и просторная и находится в сотых кварталах. Двери в мир новых возможностей и увлечений она откроет уже 15 декабря. Эта библиотека является единственным культурным учреждением именно в микрорайоне. И поэтому, я думаю, для жителей будет большая радость, что откроется именно новая библиотека с новым пространством. И здесь люди могут найти себе и книжки интересные почитать, и позаниматься. Будет у нас интернет-зал. Отметим, в прошлом году библиотеки нового формата уже открылись в четырех районах Бурятии, а также в столице республики. Федеральный грант в размере 5 миллионов рублей мы выиграли, получили и направили как раз-таки на оборудование, на мебель, на освещение. Город тоже помог. Городская казна выделила 6 миллионов 700 тысяч рублей. Сюда входит и разработка проектно-сметной документации. Дизайн проекта. Вот видите, какой здесь будет интересный дизайн проект. Видеонаблюдение. Ну и, конечно, капитальный ремонт всего помещения. Новая современная модельная библиотека, она станет точкой притяжения, можно сказать, культурно-досуговым центром для жителей нашего 113 микрорайона. В следующем году в Бурятии откроются еще три модельные библиотеки в Хоринском, Акинском и Закаменском районах. Дмитрий Гомбоев, Новости дня. Дикий туризм на Байкале окажется под запретом. С 1 января 2024 года вступают новые правила отдыха у Священного озера. В первую очередь это делают, чтобы прибрежная зона оставалась чистой. Однако для такого туризма будут выделены специальные места. На сегодня в действующей ситуации 65-я статья Водного кодекса уже запрещает размещение в Центральной экологической зоне в неустановленных местах. То есть сегодня уже по большому счету правовых оснований отдыхать просто на берегу Байкала нельзя. И приняты правила организации туризма и отдыха в Центральной экологической зоне, которые с 1 января 2024 года уже должны полностью регламентировать вот эти места рекреационные, где будет установлена входная плата за въезд. Сейчас решают, сколько придется платить за въезд. На эту сумму планируют вывозить мусор, организовывать места для стоянок и мангальных зон. Цены от производителя и высокое качество. В Улан-Удэ стартовала мясная ярмарка. В городе работает 5 площадок. Купить продукцию значительно дешевле, на которых можно будет до конца недели. В ярмарке принимают участие крестьянско-фермерские и личные подсобные хозяйства. Всего около 350 продавцов из разных районов Бурятии. Чем важна эта ярмарка? Эта ярмарка позволяет жителям города Улан-Удэ выбрать на свой вкус и кошелек мясо, мясные продукты. Представленный очень широкий ассортимент мяса. Это конина, говядина, свинина, баранина, субпродукты. Цены тут намного ниже, как мы говорим, цены от производителей. На месте работают и представители управления ветеринарии. Сегодняшний день, в дни проведения ярмарки, управление ветеринарии Республики Бурятия обеспечена работа лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на всех торговых площадках. А это значит, что вся продукция, которая будет реализовываться на ярмарках, будет подвергнута полной ветеринарно-санитарной экспертизе и сопровождаться ветеринарно-сопроводительными документами. То есть будет обеспечена безопасность продукции животного происхождения. Ярмарки могло и не быть. Всему виной пандемия. В итоге разрешили. Главное, чтобы на открытых площадках, соблюдением масочного режима и социальной дистанции. В течение года мы реализуем мясо только на ярмарке. Это годовой наш доход получается фермеров. Но, конечно, тут, которые торгуют, все довольны, все рады за то, что Минсенхоз и глава республики добро дал нам. Очень положительно отношусь, потому что здесь свежайшее мясо, они сами привозят и цены нормальные. Люди могут уже купить, на зиму запастись. Поэтому только положительно. Ярмарка пройдет в течение пяти дней в трех районах города. Это Центральный рынок, Стимулный Волгинской, Фортуна и Кэпитал Молл на проспекте автомобилистов, а также рынок Крестьянский по улице Тулаева. Дмитрий Гомбоев и Жаргал Цариндашиев. Новости дня. Пластиковые окна и металлические двери в подъездах. Жители двух городских ТОСов рассказали, как обустраивают свои территории. Кто поддерживает территориальное общественное самоуправление, сегодня мы расскажем в следующем сюжете. Ассоциация территориальных общественных самоуправлений ОАН-УДэ заняла первое место во всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС» в номинации «Социальная поддержка населения». Организаторы представили систему работы клуба на примере 11 проектов по развитию городской среды. Наши городские ТОСы представили на конкурсе просто-напросто замечательный проект «Клуб друзей города». ТОСовцы вовлекают в свою работу неравнодушных, активных общественников, смелых, инициативных уланудэнцев, чтобы вместе делать город и жизнь в городе, и жизнь вокруг города ярче и интереснее. Все участники клуба «Друзей города» озеленяют улицы, строят детские площадки, убирают мусор, проводят освещение, а сегодня в условиях распространения коронавируса помогают волонтерам. На сегодня в ОАН-УДэ работает 88 территориальных общественных самоуправлений. Один из них – ТОС «Любимый дворик» создан три года назад. Совместными усилиями жители двух домов установили в подъездах пластиковые окна и металлические двери, а во дворе создали мемориал Победы, обустроили детскую игровую площадку и спортивный комплекс. Благодаря тому, что мы объединились в общественную организацию, у нас люди стали дружными, сплоченными, более сплоченными. И много сил мы прилагаем для того, чтобы наша жизнь стала лучше, быт и так далее. Начали со двора, украсили наши старые деревянные сарайчики, обтянули баннерами, сказочных героев нарисовали. Также в ранее пустующей квартире активисты ТОСа организовали клуб «Досуга». Здесь проводятся занятия с детьми и различные праздники. На базе нашего ТОСа создан военно-патриотический клуб «Рысь». Это дети организовали сами. Один из жителей нашего ТОСа является кадетом. И вот он именно организовал. Дети проходят военно-патриотическое воспитание. Большую работу проделали и жители ТОСа Южный 68. Четыре года назад на месте этой игровой площадки была лишь большая куча шлака. Но совместными усилиями двор многоквартирного дома удалось преобразить. Однако это далеко не все изменения. Как мы только начали работать, мы построили козырьки над подъездами. Потом начали сразу же сделать освещение. У нас в подъезд заходишь, лампочки с датчиками движения, энергоэкономический LED. Также в доме капитально отремонтировали крышу, а в подвале поставили новые краны и трубы. Андрей Слепнев, Алексей Жилин. Новости дня. Сто пенсионеров в Бурятии обзавелись новой семьей. Всех их взяли на попечение неравнодушные люди. Такая опека для пожилых – часть социальной программы, которая для бабушек и дедушек является альтернативой размещения в домах престарелых. Одним из условий является, что приемная семья проживает по одному адресу. Вместе ведут совместное хозяйство. Помощник приемной семьи за оказыванные социальные услуги получает денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. И также с учетом районного коэффициента. Стать опекуном пожилых людей могут совершеннолетние. Граждане не старше 60 лет. Без проблем со здоровьем. Еще одно условие – кандидаты не должны быть родственниками подопечных. Также потенциальные помощники имеют право пройти специальные бесплатные курсы подготовки. Если вы хотите взять опеку или нуждаетесь в ней, обратитесь в отдел соцзащиты по месту жительства. А теперь о тех, кто помогает не пожилым, а младенцам. Кому безмерно благодарны женщины Бурятии, которые оказались в непростой жизненной ситуации и уже готовы были отказаться от своих детей, смотрите далее. Благотворительный фонд «Радость материнства» уже больше 8 лет. Это оказывает поддержку женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Почти полторы тысячи малышей появились на свет благодаря работе психологов и помощи фонда. К Международному дню матери сотрудников поздравил глава региона. Благодарим главу нашей республики Алексея Циденова за оценку нашей работы. Мы очень рады вносить свой вклад в повышение уровня рождаемости нашей любимой Бурятии. Когда мамочки нам звонят и присылают фотографии своих ребятишек, и слова благодарности нам говорят, это так вдохновляет. Это самая большая радость на свете. Наградили сотрудников, которые трудятся в районе республики. В Новой Брине при фонде работает реабилитационный центр «Остров Надежды». Хотя на самом деле это самый настоящий уютный дом для тех женщин, кто встретился с трудностями. А его координатор стала мамой для пятерых ребятишек, и это уже новый проект, который так и называется «Семейный дом». Есть женщины, которые оказались в очень сложной ситуации, и они уже с детишками, и они обращаются к нам помочь. Помочь элементарно продуктами, коммунальные долги оплатить, дровами, то есть разносторонняя помощь. А еще одна у нас есть категория женщин, с которой мы работаем, как раз наши психологи работают. То есть они консультируют женщин, которые пришли на аборт. Там уже не говорится о материальных каких-то потребностях, потому что 80% женщин приходят на аборт благополучно, у которых есть и квартира, машина, работа, и психолог ищут какие-то ресурсы, чтобы помочь этой женщине все-таки принять правильное решение. И, как правило, они находят эти решения, и, в общем-то, женщинам не так кажется все так страшно, как оказалось первоначально. В самом фонде всегда нуждаются в помощи. Она не обязательно должна быть финансовой. Принимают продукты, стройматериалы или те же самые дрова. Важно любое участие. Если вы готовы или, наоборот, сами нуждаетесь в поддержке, всегда можете обратиться по телефону, указанному на экране. Юлия Пермякова, Сергей Медведев, Новости дня. Россияне вдвое снизили расходы на подготовку автомобиля к зиме. Об этом пишет Известие. По данным экспертов, больше всего сократились расходы на услуги автосервисов. Количество обращений к техническим специалистам упало на 48%, а средний чек уменьшился на 24%, до 4520 рублей за одно посещение. Продажи незамерзающей жидкости снизились вдвое по сравнению с осенью прошлого года. Также водители стали меньше мыть машины. Объем продаж в этом секторе снизился на 11%. При этом, по данным аналитиков, в 2020 году на 2% выросли продажи автошин. Средний чек за трасс составил 14 210 рублей, что на 5% выше, чем в прошлом году. И о спорте. Бурятские арбалетщицы заевали золотые и серебряные медали на чемпионате России в городе Коломна Московской области. В соревнованиях участвовало более 50 лучших спортсменов страны. В первенстве России Анастасия Деревягина заняла первое место, Екатерина Бубенцова заняла третье место. В общекомандном зачете вместе с Енисеевой Анной они заняли первое место. Также серебряной медалью наградили мастера спорта международного класса Валентину Протасову. Отмечу, что успех наших арбалетщиц позволит им уже в следующем году выступать в составе сборной страны. Не переключайтесь после новостей на ТВ-коме программа «Буддийская среда». В этом году исполняется 600 лет с тех пор, как буддисты стали отмечать праздник «Тысячи свечей». Он вновь состоится буквально через несколько дней, 10 декабря. И моя коллега Алла Намсараева в своей программе расскажет о традициях праздника Зулах-Урал, как он возник и кому посвящен. «Буддийская среда» сегодня вечером на ТВ-коме. Таким был этот выпуск, а я напомню его главные темы. 43 пожара за неделю, одна жертва. Зима еще не наступила, а в сводках уже страшные цифры. Амбициозные планы Минстроя. Через 10 лет в республике обещают сдавать миллионы квадратных метров жилья. Уникальная модельная библиотека появится в 113-м квартале. Меньше чем через месяц она уже ждет первых читателей. Я напоминаю, что наши новости вы всегда можете найти на сайте, в инстаграме телеканала или в мобильном приложении пирс.тв. Я Мария Латышева, на этом с вами прощаюсь. И как всегда желаю вам только хороших новостей и берегите себя. Покупай в Абсолюте выгодно. Чай Индус со скидкой 36% всего за 114,99. Абсолют. Гарант низких цен. Каждые 5 секунд слепнет один взрослый человек. Каждую минуту один ребенок. 80% случаев нарушения зрения можно предотвратить. А вы проверили зрение? Проверьте зрение сейчас. Бесплатно. Ваша оптика с СССР. В Титане то самое молоко просто квашено. Всего 59,90. В Титане пельмени элитные от фабрики Селенга. Всего 159 рублей. В Титане капсулы для стирки Ариэль. Всего 279 рублей. Субтитры подогнал «Симон»!